друзья всем добрый день у меня сегодня небольшое то случилось решил поменять масло подкрасить мой полипропиленовый багажник периодически это требуется делать потому что краска с него облупливается раза два-три в сезон я это делаю очень быстро получается и внешний вид его восстанавливается полностью вот ну а замена замена масла дала сюжет повод поговорить о двух вопросах первый вопрос меня уже спрашивали как работает система масляного охлаждения и по-моему я может быть рассказывал а может быть нет поэтому сейчас повторюсь о том какие дополнения возникли за это время может быть я их не освещал вот включим зажигание или даже может быть чуть попозже включим давайте снимем крышку винтик я уже отвернул благодаря шайбочке стопорной он остается на месте не падает не теряется вот такой как всегда удобно не очень но в принципе допустимо на что обращаю внимание вот этот контроллер управления температурой точнее так сказать термостатом блок управления термостатом так назовем его как он работает как только температура картера в данном случае которая собственно очень близка к температуре масла повышается до критичной этим датчиком соответственно она измеряется вот здесь у меня не очень аккуратно это конечно сделано но теплоизоляции от внешней среды потребовалось все таки контроллер открывает электромагнитный клапан о нем чуть позже дополнительно скажу и начинается циркуляция масла по контуру охлаждения который спрятан у меня в медных рубках по всему заднему крылу крылу заднего колеса таким образом система охлаждения работает масло поступает в тот же самый канал но уже через такой более свободный контур который большего диаметра большего сечения и масло через него охлаждается и поступает уже в ту же самую точку вот дополнительно скажу ну давайте включу зажигание циферки загорелись видите циферку 76 с половиной температура текущая масло 26 и две десятых но не так давно то было еще не успел остыть вот пороговая 76 с половиной поставил этот при такой температуре клапан начнет открываться откроется вот что еще замечу при замене масла у меня всегда возникало и раньше возникало желание делать промывку небольшим количеством вот но благодаря вот этой системе появилось дополнительное удобство этот клапан электромагнитный он предназначен для питания для применения в питании в газовых системах да то есть пропан бутановая смесь жидкая через него проходит и соответственно он либо открывает либо закрывает зависимости так сказать от режима работы да и соответственно когда закрывает то возникает дополнительная безопасность то есть обеспечивается безопасность отсекается топлива от потребителей потреблять потребителей да вот но в нем есть на случае если электроника допустим шарлит а надо ехать есть такой вот ручной клапан то есть можно его повернуть вот так вправо да на четверть оборота и он откроется вот такое удивительное в нем есть приспособление которое позволяет ничего не трогая ничего не делая обеспечить открытие клапана и масляная магистраль охлаждения также промывается вот этим вот объемом масла который для промывки служит я использую точно такое же масло использую недорогое машинное автомобильное масло сегодня вот лукойл залил 5 на 40 люкс вот и таким образом можно собственно говоря и промыть систему охлаждения таким вот макаром что я заметил поскольку для промывки требуется не полный объем допустим какое-то меньшее значение я решил применить ранее найденное величину 0,6 литра вот такой объем и знаете что я заметил по этой трубке когда я завел двигатель появились мелкие пузырьки то есть это первые признаки масляного голодания то есть вот этот предел 0,6 литра это уже можно сказать действительно начало первые признаки того что скоро масло будет подаваться в двигатель уже недостаточно то есть вот эти мелкие пузырьки это первые признаки когда воздух подхватывается на впускном канале масляного насоса вот соответственно если мотоцикл наклонить назад то это еще больше эффект возникает если вперед то меньше то есть вот эта граница 0,6 литра можно сказать вот ориентир когда уже можно сказать двигатель начинает хуже вот собственно об этом я и хотел сказать сегодня поведать вот не допускайте так чтобы уровень масла был ниже нижней границы то есть всегда пусть будет по середочке окна вот сильно много тоже лить не нужно потому что иначе она начнет касаться корзины сцепления будут лишние потери вязкостные потери на двигателе будет лишний расход топлива из-за этого а толку от этого можно сказать никакой пользы от этого не будет вот поэтому лучше соблюдать заводские рекомендации ребята у меня на этом все спасибо вам еще раз за внимание всего доброго до новых встреч